конечно вчера после шаббата закончился шаббат я как и те кто соблюдает шаббат это был шок если честно да и такой приятный шок с одной стороны знаете чем приятно что ты еще раз убеждаешься что шаббат если ты соблюдаешь шаббат и выключаешься из того что происходит в мире ты в принципе ничего не теряешь потому что во время шаббата произошло все вчерашние завытья произошли во время шаббата и в конце шаббата уже включаешь телефон уже как бы все закончилось но это было представляете какое напряжение просто представил какое напряжение наблюдать за всем тем что происходило и ждать а что будет дальше и насколько это интересно когда все она закончилась и тебе просто говорят Оно началось и закончилось Вот То есть можно, я вам честно скажу Что можно не напрягаться, я каждый раз хочу Себе сказать, что вообще не смотри Новости, это как, зачем тебе какие новости У тебя столько лет смотрю новости И ничего нового, по большому счету Вот как жил, так и живу Если бы я все то время, которое я смотрел новости Инвестировал, да, в свое развитие Я бы за это время уже мог бы китайский Выучить язык, например Или если бы написать там Несколько книг Тоже мог бы запросто, дополнительно Хорошо Или выучить в Торе вообще очень много Очень много всего Значит, глава Балак Самая мистическая глава в Торе То есть мы сейчас, была Хукат Самая драматическая А глава Балак самая мистическая Значит Сама глава начинается с того Что и увидел Балак Сын Цепора Все, что сделал Израиль Эмморейцем Значит Был такой человек по имени Балак Сын Цепора Дословно Цепор это птица Он был сын птицы Балак сын птицы И он увидел все, что сделал Израиль Эмморейцем Каким Эмморейцем Это Ог и Сихон Два самых сильных Военизированных государства Такие спарты того времени Которые жили тем, что они охраняли Такие наемники Два государства наемников военных И значит Вайгар Муав Мипне Ам Испугался очень Муав Мавитяне Был такой народ Мавитяне Которые жили они на Там, где сейчас Иордания Значит, маленький народ Почему он маленький народ Потому что это были потомки Лота Лот, который был племянником Авраама Который поселился в Сдоме Аморе И после уничтожения городов Сдома Амора Лот, он думал, что только он один остался С двумя дочерьми Вернее, его дочери Они убежали в горы вместе с ним И они напоили Сделали то же самое, что сделали Сделал Ноах Когда вышел из Ковчега Ноах напился вина И, значит, его сын Один из сыновей Решил, что пусть больше не будет У него детей И его кастрировал А тут дочери, наоборот Они подумали Они были праведницами У них было во имя небес Такое, как бы, намерение И они подумали Что никого на земле не осталось Как после потопа И от нас должно пойти человечество И две эти дочери Лота Они с ним, значит Напоили его вином В одну ночь Одна в другую другая И от них пошли два народа Народ моавитяне Пошел от одной И от старшей И народ амонитяне Пошел от младшей И вот, значит, жил вот этот вот Муав народ И они испугались Что евреи сейчас вышли из Едипта И, значит, и сказал Муав старейшина Мидиана Мидиан это был другой народ Мидиан это был народ кочевников Которые Мидианитяне Они принадлежали К древним народам То есть от Ноаха Пошли 70 корневых народов И архетипов И от них уже пошли Там, ну, разделялись Как, например, в Казахстане Казахи У них есть три Я не помню, как называется В общем, три рода у них есть От старшего брата Среднего брата И младшего брата Но они казахи Просто они относятся К трем разным родам А были народы В которых Три вот этих, например, рода Три брата Организовали новые народы То есть в итоге Из 70 народов появилось Сейчас в мире проживает Можно посмотреть Но я думаю, там Тысячи народов Точно есть Но эти народы Они По-моему, из 5 тысяч Языков разных Но все они Относятся к 70 корневым народам И вот эти корневые народы Старинные народы Медионитяне Был один из этих народов Очень народ Который сохранял Тайны колдовства Из этого народа Был Итро Тесть Моше И Моше Робейнел Когда он Он поронился Как бы с медионитянами Потому что его жена Была медионитянка Его Дети, получается Были наполовину Медионитяне И Моав Когда увидел Что Израиль Идет на них Да Огромный Приблизился народ Победили Имарейцев Ога и Сихона И тогда Получается Моавитяне Послали К старейшинам Медиана И Сказали Что Помогите Давайте объединимся Потому что Идет народ Который как бык Слизывает Все на своем пути И Балак Бен Цепор Он был в то время Царем В Муави В Муави Бээтаи В это время То есть Его как бы Поставили царем Он был тоже Из По-моему Он был из Медионитян Сам родом Значит И он Этот Балак Да Послал Послал посланцев К Беляму И тут вводится Новый персонаж Который в принципе Он главный персонаж Этой главы Не Балак Главный персонаж А Белям Значит Кто такой был Белям Балак значит Мы знаем Что он был царем Над Муавитянами А Белям Он был Бен Значит Его звали Так Бен Беор Его звали Белям Сын Беора Какого-то Папы Его звали Беор Он жил В городе Птора Ашер Алянаар Эретзбней Амо Значит Он жил В Междуречье Междуречье Это там Где Иран Сейчас И он был Из Того же народа Из которого Балак То есть Медионитяне И вот значит Сказали ему Что выходит народ Почему к нему Послали Когда Израиль Победил Двух самых мощных Царей Ога и Сихона То В этот момент Все окрестные Поняли Что это Какой-то чудесный Образ То есть Здесь есть Какая-то сила Которая сверх Сверх Как бы Обычного Понимания Человека И начали Выяснять все И оказалось Что Ну естественно Маше Рабейну Моисей Вышли из Едипта Маше приходил К фараону Десять казней Потом Море раступилось Тору получили Все это узнали Говорят Кто такой Маше Кто это Моисей Это Да А Маше И так вышли на то Что Маше Был тестем Итро То есть Он потом Пришел в Медяны И жил у Итро И перед тем Как он пришел В Едипет Он жил с медянитянами Начали тоже Узнавать И говорят Сила его В голосе В молитве Значит Победить его Можно только Через Духовные Какие-то вещи Кто в то время Считался Самый большой Такой Маг Колдун И Пророк Он был Неврейский пророк Белям Откуда Балак знал Что Белям Пророк Когда-то Белям Ему дал Пророчество Что ты будешь Царем И этот Балак Когда стал Царем Он говорит Вот Белям Надо к нему Послать Послали к нему Значит Гонцов Послали к нему Этих самых Не гонцов А шалеков Посланцев Чтобы он Проклял Еврестий народ Значит И пошли Старейшины Муава И старейшины Медяна И у них Они Медянитяне Были сильные колдуны И пришли Они к Беляму И говорили ему То что передал Балак Балак говорит Приди прокляни И сказал им Оставайтесь здесь Ночевать Я значит Скажу вам То что мне Бог ответит Бог мне ответит Ночью И остались И остались Старейшины Муава Старейшины Медяна Сразу ушли Они на него Посмотрели И говорят Не Он Он не Такой Сильный Большой Маг И он Еще должен Спрашивать У Бога В общем Медянитяне Ушли Остались Только посланцы Балака Муавитяне Теперь Что интересно Здесь Белян Получал Пророчество Только ночью Как Лаван Получал Ночью И Лаван Помните Это был Дядя Якова Который Они были Родственниками С Белян То есть Это была Та же Такая Семья Магов Магов Которые Знали Астрологию Которые Знали Там Все Колдовство Знали Черную Мадию Там Все 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 Они Это Знали И Во сне Пришел Всесильный К Белян И сказал Ему Кто Эти люди С тобой Значит Вот тут Интересная Вещь Вот этот вопрос Пришел Всесильный К Белян И сказал Ему Кто Эти люди С тобой Непонятный Вопрос Всесильный Бог Знает Все Почему Он спрашивает Кто Эти люди С тобой Теперь Отсюда Мы учим Что Не каждый Вопрос Обозначает Что Человек Не знает Человек Или Кто То Не знает Например Бог Когда Спросил Первого Человека Аека Где Ты Он Что Не знал Где Первый Человек Он С Должен Был Первого Человека Адама Пробудить К Пробудить Его К Раскаянию К Пониманию Что Где Я Где Оказался В каких Оказался Вообще Ситуациях Что Нарушил Нарушил Волю Всевышнего Здесь Вопрос Тоже Был Кто Эти Люди С тобой Что Ты С ними Делаешь Они Пришли Проклясть Народ Ты Знаешь Что Слушаем Дальше И Сказал Белям Всесильному Балак Сын Цепора Царь Муава Послал Ко Мне Тоже Тут Тора Нас Учит Очень Интересному Принципу Такому Что Человек Потому Что Он Отвечает Очень Много Можно Про Него Понять Если Слушаться В его Слова Значит Ответ Беляма Был Такой Что Он Не Сказал Это Посланцы Это Люди Он Говорит Этот Царь Послал Ко То Ему Была Очень Сильно Развита Вот Эта Гордость Гордыня Этот Царь Балак Послал Ко Мне И Вот Значит Народ Вышел Из Египта Покрыл И Он Меня Просит Чтоб Я Проклял Проклял Его И Тогда Может Быть Сможет Он С ними Воевать И Сказал Всесильный Беляму Не Иди С Ними Не Проклиная Народ Потому Что Благословен Он Все На этом Заканчивается Сегодняшний Отрывок Значит Что Он Ему Ответил Значит Ответил Так С Этим Не Иди Народ Не Проклинай Потому Что Благословлен Он Когда Белям Я вам Чуть Спойлер На завтрашний Отрывок Значит Когда Белям Утром Пришел К посланцам Балака Он Говорит Он Сказал Первую Часть Ответа Всевышнего Он Сказал Бог Мне С Вами Иди Запретил Все Он Не Сказал Что Не Проклиная Народ И Народ Благословлен И Врести Он Так Не Сказал Он Говорит Он Правду Сказал Правду Бог Мне С Вами Иди Запретил Те Говорят Понятно Вернулись Вернулись Балаку Передали Ответ Узнаем Что Сделал Потом Балак Когда Услышал Этот Ответ Что Мы Можем Отсюда Выучить Первое Что Мы Можем Выучить Что Всевышний Разговаривает Со всеми Всевышний То есть Любой Человек В мире Может Достичь Самой Высокой Системы Ступени Пророчества Нам Говорит Устная Тора Что Балак Был На Том Уровне Пророчества Что Машер Абейна То Сама Понимание Всевышнего Близость Ко Всевышнему И Знание Всевышним Оно Не делает Человека Ни хорошим Ни добрым И не лишает Его свободы Выбора То есть Человек Может Знать Про Бога Он Может Быть Прям Уверенный Что Да Есть Всевышний Есть Вот так Система Работает И при этом Оставаться Полностью Подчиненным Своим Животным Инстинктам То есть Суть Человека Это Его Намерение И если Намерение Человека Оно Идет Против Даже Воли Всевышнего То что Есть Несколько Законов Которые Относятся К этой Ситуации И все Эти законы Учатся Кстати Из вот Этой Недельной Главы То есть Может ли Человек Идти Против Воли Всевышнего Да Да Мы видим Из Беляма Что Может И отсюда Учится Устная Тора Учит отсюда Такой Закон Что Дерек Тот путь По которому Человек Хочет Идти По нему Его и ведут В итоге У Беляма Не получилось Сделать Никакие Там Гадости Которые Он хотел Сделать Но Всевышний Его повел По тому Пути По которому Белям Выбрал Идти Что это значит Вот Человек Например Говорит Я пойду Там Пойду Я сейчас Украду Ну к примеру Пойду Украду Говорит человек Его намерение Украсть Он идет Не факт Что он Дойдет Но Всевышний Его ведет По этому пути По которому Человек Хочет Идти Всевышний Может его Остановить Может Даже дать ему Дойти до Какой-то точки А потом Он окажется В тюрьме Например Всевышний У него Много Мир То Весь Его И мы В Мишле Учили Что Даже Злодей Приготовлен Для Часа Расплаты Получается Что Например Этот идет Делать Зло И по пути Он встречает Другого Злодея Которого Надо Тоже Было Чему-то Научить Всевышний Хочет Чтобы И вот Они Эти два Злодея Сталкиваются И один Злодей Другого Значит Хлоп И все Понятно Да То есть Но Бог не лишает Человека Свободы Выбора Внутри У него Полная Свобода Выбора Как только Он начинает Действовать Уже Этот мир Всевышний А тут Всевышний Начинает Рулить По тем Законам По которым Этот мир Работает Теперь Давайте Дальше Изучаем Мишлея Кричи Царя Соломона Вот Это Волшебная Книга Которая Рассказывает Как практически Вот эти Вот законы Духовные Законы Выражаются В материальном мире Вот сегодня У нас 25 глава То есть Здесь Конкретика Царь Соломон Вот если Вы первую Главу Откроете Он сказал Что я Говорю Через эти Притчи Хочу Вам Передать Вот эту Глубинную Мудрость Торы Которая Аксиомы Эти Торы Но он Ее Запаковал В понятные Примеры Но примеры Это понятные Тем Которые В то время Слушали Царя Соломона Они наверняка Понимали Все его Примеры А нам Приходится Как бы Пытаться Понять Более Глубоко Например Например Здесь Есть такой Отрывок Вот Сегодняшней 25 главе Тут как раз Очень интересно Про Мышление Царей То есть Мышление Царей Мы вообще Понять Не можем То есть Тот человек Который Сейчас пытается Такие смешные Вечером После Шабата Слушал Ну там Несколько Послушал Комментаторов И они Все Комментируют Все Они пытаются Что-то Предсказать Понять Рассказать Как оно Будет Никто Не знает Как оно Будет То есть Мышление Во-первых Мышление Какого-нибудь Комментатора Это Мышление Комментатора Или Этого Эксперта Да А мышление Участников Ситуации Которые Сидят там И принимают Решения Это Совсем Другое Мышление То есть Они Мыслят По-другому Но Мало Этого То есть Каждый Кто Мыслит Вот Один Так Второй Так Третий Так Четвертый Так Пятый Так Тут он Утром Проснулся У него Там Я не знаю Голова Заболела Тут он А второй Выпил Бутылку Водки У него Мозди Снесло А третьего В это Время Звонит Жена И говорит Я с тобой Развожусь Он Значит Вообще У него Там Какая-то Своя История У Четвертого Значит Он В этот Момент Вообще Не то Услышал Не то Сказал То есть Когда мы Пытаемся Предсказывать Поведение Людей Которые Находятся Все В стрессе И На каждого Из которых Влияют Десятки Людей Которые Еще Больше В стрессе А на каждого Из них Десятки Людей Которые Вообще Невменяемые То мы Не можем Предсказать То есть Предсказать Их Решение Это просто Ну Лучше Кидать Монетку И говорить Я знаю Как будет Теперь Вот здесь В 25 Главе Об этом Много Написано Значит Тут Много Написано Ну Там Вышена Небеса Глубина Земли И сердца Царей Непостижимого Третий Отрывак Значит Небеса Они уходят В небо Там И множество Множество Разных Созвездий Звезд Там Вселенная Постоянно Расширяется Земля Уходит В глубину И мы Тоже Не знаем Че там В глубине Чем глубже Тем непонятнее Сердца Царей Невозможно Исследовать Говорит Царь Самон То есть И не пытайтесь Понять Что у них Там В голове Дальше Нам дается Такой Совет Давайте Посмотрим Пятый Совет Убери Злодея Перед Царем И установи Со справедливостью Его трон Значит Тут Мы тоже Должны Понимать Что У каждого Абсолютно У каждого Человека Тем более У царя Того Кто на вершине Пирамиды Царь Это тот Кто на вершине Пирамиды Власти Вокруг Него Есть Советники Которых Мы не знаем И не видим Эти Советники Они Влияют На него Очень Сильно То есть Он сам Человек Он Принимает Какую-то Информацию Из внешнего Мира На базе Этой информации Он ее Смешивает С каким-то Своим То что У него В голове Творится Настроением Состоянием Опытом Принципами Правилами И дальше Человек Выдает Какое-то Решение Теперь Оно Всегда Находится Под влиянием Людей С кем Он Советуется То есть Это вы можете Проверить С кем поведешься От того Наберешься Кемаем По ним Ли по ним Как Человек Смотрит В воду Видит Своё Отражение Так Сердце Человека Отражает Сердце Другого Человека Говорит Нам Царь Соломон Удали Злодея От царя И престол Его Утвердится Правдаю То есть Мы Видим Что Как только Ну вот Очень важно Кто окружает Этого царя Да Эту вершину Пирамиды Дальше Дальше Очень Классные советы Которые Лично Нас Касаются В жизни Прям Каждый День Восьмой Отрывок Не Начинай Ссориться Быстро Не Вступай В ссору Быстро Значит Что Ты будешь Делать Потом Когда Тебя Начнет Позорить Твой Ближний Вот Есть Два Человека Друзья Например Или Муж Женой Или Родственники Один И тут Приходит Кто-то И говорит О Он Про тебя Сказал Так-то И так-то Плохо Про тебя Сказал Или Плохо Сделал Или Действительно Он Плохо Сказал И Плохо Сделал То есть Не Сказали Реально Плохо Сказал И Плохо Сделал Тот Который Это Услышал У него Есть Вариант Вступить В ссору Но Он Должен Понять Что Он Хочет Если Он Хочет С Ним Дальше Усиливать Отношения Улучшать Отношения Жить Дальше Тогда Он Не Должен Ступать В ссору Он Должен Продумать Каким Образом Улучшить С ним Отношения Мягко Каким-то Образом Показать Ему У меня Вчера Была С сыном Подростком Такая Ситуация Вот Он Просто Я ему Говорю Давай Это Сделаем Нет Давай Это Сделаем Нет Давай Это Сделаем Нет Я хочу С ним Хорошее Отношение Чтобы В итоге У нас Были Хорошие Близкие Отношения Я Не Буду Ссориться То есть Сора Она Имеет Последствия Когда Отношения Ухудшаются То есть Даже Если Ты Выиграешь Краткосрочной И ты Выдавишь То Что Ты Хотел Получить Но Долгосрочно Сора Она Плохо Влиет На Человека Царь Соломонам Говорит Подумай Об этом То есть Когда Ты Быстро Вступаешь В ссору То Что Ты Дальше Будешь Делать Когда Он Тебя Будет В ссоре Еще Больше Позорить То есть Ведь Сора Она Она Как Сказать Обоюдо Острая То есть Ты Сказал Он Сказал Ты Сказал Он Сказал Девятый Отрывок Ревхарив Сору Сорься Ладно Ты Уже Вступил Сору Говорит Царь Если Ты Вступил В ссору Со Своим Ближним Но Тайну Другую Не Открывай Что Имеется Ввиду Вступают Люди В ссору Ты Ты Там Мне Сделал Так То И Так То Сейчас Мне Там Больно Ты Мне Сделал Я Тебе Больно Сделал Да Ты Мне Делал Вчера Больно Я Тебе Вчера Делал Больно Ты Мне Делал Больно Тогда Тогда И Пошло Поехало Пошло Поехало И потом Идет Они Начали Ссориться Он Идет И открывает Какую-то Тайну Не про то Из-за чего Начали Ссориться А какую-то Постороннюю Какую-то Вещь Которая Очень Обидная Тайна Которая Вообще К этой Ссоре Не имеет Отношения Это Уже Разрыв Это Полный Разрыв Что Из этого Следует Говорит Царь Самон В девятом Отрывки Если Начал Ссориться Ссорься По Вот Этому Делу Ни шаг Влево Ни шаг Вправо Ни в коем Случа Не Открывай Не добавляй Не открывай Значит Никакие Другие Тайны Никого Сюда Не вписывай Никого Туда Не включай Не надо Потому что Это Ну Это Только Усугубит Ситуацию Значит И плюс Еще Тот Которому Ты расскажешь Какие-то Плохие Тайны Про Того С кем Ты Ссоришься Он Сразу Поймет Что В случае Если Ты С ним Поссоришься То Точно Так же Все Будет Поэтому Это Очень Плохая Репутация Когда Человек Позорит Других Людей То Он Становится В глазах Общества Он Становится Очень Таким Опасным Значит И Давайте Что-то Позитивное Позитивное Сейчас Закончим Вот 16 Отрывок 16 Отрывок Он Нам Рассказывает Как Получать Удовольствие От жизни Как Получать Удовольствие От жизни 16 Отрывок Давайте Все На нем Мы Сегодня Закончим Два Жмацата Нашел Ты Мед Вот Нашел Ты Мед Нашел Ты Что-то Вкусное Классное Приятное Хорошее Прям Вообще Может быть Ты Насытишься им В А Кейсо И ты его Выблюешь Дословно Если перевести Что имеется ввиду Что даже Самая вкусная Еда Даже Самое Хорошее Кино Даже Самое Приятное Отношение Если Их Больше Чем Нужно То есть Их Очень Много Они Уже Ты их Выблюешь От них Наступает Пресыщение И ты Как бы Ну все Пресытился То есть Нужно Чтобы все Было В меру Золотая Середина Рациональная Спокойная Умная Жизнь Когда ты Взвешиваешь И ты Даже Удовольствие Ты Ты его Ты его Как бы Употребляешь В меру Для того Чтобы оно Осталось Удовольствием Потому что Если оно Для тебя Становится Уже То есть Так организм Устроен И психика Что если ты Даже самое Хорошее Ты его Получил Получил Удовольствие 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 Оп Мозг Привык Все Ты от этого Перестаешь Получать удовольствие И тебе Нужно Что-то Больше 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 Если ты В меру Это получаешь То для тебя Это сохраняет Свою Новизну Своё Удовольствие И значит Пример Являются Законы Семейной Чистоты В Иудаизме В иудаизме Женщина Запрещена Мужу Не только Не только Вообще Мужу Она Полмесяца Запрещена Пол разрешена Поэтому Каждый месяц Наступает Вот это чувство Обновления И заново Как бы Ну всё По новой Сохраняются Отношения То есть Можно присытиться Даже отношениями Там тоже Кстати Дальше Есть один Отрывок Что В гости Много Не ходи Чтобы Ну Хозяева Не надоест С хозяевом То есть Пришёл Ушёл Пришёл Ушёл Нельзя там Засидеться Надолго Всё дорогие друзья Всем удачи Успехов Шаву атов Всем хорошей недели Чтобы Чем больше Вы будете учить Тору И соблюдать Заповеди Всевышнего Тем лучше будет У каждого из нас В отдельности И у мира Глобально Потому что Результаты Общие Складываются Из результатов Каждого из нас Если вы будете Со Всевышним В хороших отношениях И попросите Чтобы наступил мир То Всевышний Сделает мир Всё Удачи Успехов До завтра Завтра в 10 утра Встречаемся